Дорогие друзья, приветствуем вас в литературной гостиной журнала Симбирск. Мы продолжаем знакомить вас с творчеством ульяновских авторов. У нас в гостях побывали и многие известные ульяновские поэты и молодые авторы. Сегодня встреча с молодым поэтом. Евгений Бодунов, лауреат конкурса «Первая роса». Он пишет стихи с юности и сегодня расскажет вам о себе и поделится своим творчеством. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Бодунов Евгений. Несмотря на то, что сегодня я не вижу ваших глаз, ваших лиц, не слышу ваших вопросов, которые, возможно, у вас возникают или будут возникать по ходу, у нас с вами сегодня встреча, свидания. И это замечательно. Ну, вначале мне хотелось бы начать не с себя, не со своих стихов, а с замечательного человека, с одного из ульяновских поэтов. Мне хотелось бы сказать об Андрея Пчелкина. Дело в том, что этот человек прожил не такую уж долгую жизнь. Он был частью нашей семьи, если брать семью в более широком, в привычном понимании. Но я не был с ним знаком в силу своего малолетства. И он погиб уже почти 25 лет назад. Но я знал, что им был выпущен сборник «Капля сока». И где-то в 20 лет я впервые всерьез прочитал этот сборник. И впервые тогда я заметил нечто особенное. Когда я начинал читать его стихотворение, я понимал, что у этих стихов есть автор, что это именно Андрей Пчелкин. Но, дочитывая стихотворение, когда я подходил, дочитывая стихотворение, я понимал, что они становятся моим личным переживанием. Что это стихотворение вошло в меня. И потом, позже, я многократно ловил себя на этом ощущении, когда читал стихи других авторов. И ко мне пришло чувство, что, и оно не покидает меня по сей день, что стихотворение, написанное автором, если оно касается вашей души, становится не просто авторским стихотворением. Оно становится и вашим в том числе. И оно за счет этого растет. Оно за счет этого взрослеет. И как ребенок, рожденный родителями, имеет собственную судьбу и прямое, именно свое предназначение, так же и стихи. Они уже живут, они после того, как расходятся, прочитываются людьми, становятся чем-то большим. И уже живут с жизнью независимой от своего автора. И это очень важно. Что касается моей сегодняшней цели, моей задачи, то она предельно проста. Я хотел бы вам почитать свои стихи, немножко рассказать о себе. Скоро будет зима. Скоро годы скрестятся, как руки. Белый ветер времен распугает слепую хандру. И сойдутся опять все снежинки, что были в разлуке. И с небес свездопаду стремится к земному ядру. Скоро будет зима. Кто сказал, будто вечность из моды вышла очень давно. И что ужин есть мысли и предел. Ведь незримый начало и скрыты надежно исходы. Наши планы крепки. Если кто-то того захотел, Скоро будет зима. Время вешать на елку сережки. Время добрых забот. Время руки в руках отогреть. Козерожкам рожденным обмыть в новогодние ножки. Время что-то менять и до золота вырастить. Медь. Скоро будет зима. Не проспать без усилий рассвета. Знаешь, просто живи. И следов за спиной не ищи. Верь. Идущему будет подмога. На многие лето. Даже если в тебя вдруг камнями палят. И спрощи. Скоро будет зима. Скоро будет над тьмою победа. А пока что ноябрь. Мы осенью сходим с ума. Ночь. Сижу у окна. Скоро в небе взойдет Андромеда. Все путем. Обнимаю тебя. Скоро будет зима. Третий день падал снег. Падал снег. Третий день на стекле. На стекле. Целый век танцевал. Целый век. Словно сага о свете и мгле. Третий день на балкон. На балкон. Не выходят соседи смеясь. Третий день гонит вон. Гонит вон. Из души безнадегу. И грязь. Это сказка из нот. Белых нот. Если хочешь дыши ей. Дыши. Стань иным. Чтоб раскрыла свой рот. Даже вечность в метельной глуши. Я накину пальто. И во двор. Выйду чтоб вознести. Вознести. Радость сердца. А вздор. Всякий вздор. Позабуду. Прими. И прости. Полсекунды во мне. Бытия. И уйду я. Конечно уйду. Но пока что есть я. Вот он я. В ненаписанном этом году. А когда-нибудь сын мой и дочь. Так же остро услышав свой век. Тоже выйдут восторженно в ночь. Третий день. За окном. Будет снег. Все мы, независимо от того, сколько нам лет, в какой семье мы родились, какие у нас убеждения, нуждаемся в светлой надежде. Эта надежда, как пламень в наших руках, который не обжигает, но освещает наш путь и ведет нас по нему. И мне, дорогие зрители, хотелось бы, чтобы мы вместе с вами вспомнили лето пока еще прошлого 2018 года. Это был самый конец июля, когда состоялся и только что закончился, завершился домашний чемпионат мира по футболу в нашей стране. Было очень жаркое лето, как вы, возможно, помните. Через полмесяца в августе должна была и состоялась моя свадьба, посвящение Танечке. А ты пришла. Июль был скуп на облака, от солнца все вокруг промокло, смотрела ввысь твоя рука, и дом дышал, раскрыв все окна. Ты вся, что утро в этот час, и можешь запросто, без стука, зайти в мое пространство глаз, будь даже в нем морябая скука. Я ждал дождя и занемог от недосна и недомыслей, от бесконечных смог, не смог, блужданий в смысле и в бессмысле. А ты, как женщина и друг, пришла волнением прибоя, рассыпав сотни ярких дуг. Я был один, но вот нас двое, и в кофе август ты несешь сама еще того, не зная. И жизнь моя, простая брошь, в твоих руках уже иная. И ты всесильно молода, хоть знаешь, что не понаслышке, как проливается вода на наши планы, сны и книжки. Ты пишешь в тайную тетрадь, рисуешь в ней сюжеты солнца и тихо веришь, умирать душе и правда не придется. И ты мне счастье, ты мне свет, хотя бываешь и свадлюша, но я теплом твоим согрет, тем настоящим неисплюша. А потом наступила ранняя осень, время мягкой прохлады, время предчувствия добрых перемен. Время предчувствия добрых перемен. В сентябре часто бывает так, что это предчувствие буквально розлито в воздухе. Твоя свеча шел по тропинке муравей и что-то нес. Курс то левее, то правей. Среди берез елой вертелась стрекоза. К закату дня ловили миг твои глаза, а в нем меня. И нехотя менялся мир, святые пути. И я набирался светлых сил в метель, идти по речке лодка в два весла. И всех утят на юг надежда понесла. Пускай летят дожди по крышам скоро вдруг, да не к беде. Жизнь совершает вечный круг. И все мы, те, те, что должны услышать вблизь, увидеть вдаль. Коль не душа, то все б мыслись. Душа, медаль, охапкой месяцы несу. Упали три, и жизнь, она вся на весу. Смотри, смотри, как Бог сквозь осень говорит. Неча с меча, но пусть горит, но пусть творит твоя свеча. Дорогие зрители, я прочитал вам уже четыре стихотворения. Слушать стихи – большой труд, как и писать. И самое пугающее для любого автора, в том числе, конечно, и для меня, это, пожалуй, не резкая критика, конструктивная критика прекрасна. Но нередко мы сталкиваемся с критикой абсолютно неконструктивной, с критикой злой, выходящей за грань приличия. Но и ей нам нужно сказать спасибо. А вот безразличие, безразличие, которое говорит тебе, ты занимаешься пустым делом, ты строишь воздушные замки, вот это действительно сложно. Но, к счастью, в нашем городе есть много людей, много организаций, много изданий, которые буквально ищут пишущих людей, ищут интересные произведения. И это замечательно. Сам я во многом благодарен городскому клубу поэтов под руководством Татьяны Борисовны Толоконниковой. В 2007 году, мне был 21 год на тот момент, к тому времени было уже написано немало стихов, как посредственных, так и относительно неплохих. И мне надоело писать в стол. Мне хотелось найти таких людей и такое место, где меня могли бы, по крайней мере, выслушать. И как-то раз, в 30-й гимназии, я оказался на творческом вечере Татьяны Мельник и Бориса Блохина. И они мне порекомендовали городской клуб поэтов. И оказавшись там, я понял, что это действительно то, что нужно. Там я был выслушан. И я получил не только это. Самое важное, что я получил там тогда, это ободрение души и чувство перспективы. И там я познакомился со многими духовно одаренными людьми, очень интересными. Некоторых из нас, некоторых из них с нами уже на данный момент нет. Например, Лилит Николаевна Козловой, Евгения Григорьевича Белянина, известного как Евгений Грант, Елены Токарчук, которую чаще всего нас называют Леночкой. Много лет прошло, но и сейчас, с не меньшим... Много лет прошло, но и сейчас, с не меньшим удовольствием я посещаю заседания этого клуба. Если кого-то заинтересует работа этого клуба, и кто-то также хочет побывать там, они проходят каждый месяц, за исключением месяцев летних, и всегда проводятся в четвертую пятницу месяца в 17.00. Это неизменно на протяжении многих десятилетий в Центральной городской библиотеке имени Ивана Александровича Гончарова. Но давайте снова вернемся к стихам. Я не так много пишу на военную тематику, так как сам я человек не военный, и в принципе считаю себя не в праве писать об этом. И поэтому пишу стихи я на эту тему лишь в одном случае, когда подступает такое чувство, такое ощущение, что конкретно сейчас я не в праве не написать об этом. И мне бы хотелось прочитать вам одно из таких стихотворений. Оно называется «У войны нет лица, лишь гримасы». Говорят, неизбежное сбудется, день настанет, и каждый из нас для суетного мира забудется. Обретая бессмысленность глаз, говорят, что вся жизнь неизбежность, что в ней все уже предрешено, и судьбы изменить нет надежды, будет только лишь так, как должно. Много мыслей и много наитий, слов о злой пустоте серых дней. Вы все это в глаза повторите, потерявшим своих сыновей. Вы все это в глаза повторите, почерневший от горя вдове, той, что в двадцать седые уж нити заплетают венок в голове, той, что плачет ночами и днями, у которой глаза, как стекло, ей. Скажите сейчас над костями, что иначе и быть не могло, что все люди лишь серая масса, и что каждый ничтожен и мал. У войны нет лица лишь гримасы, да чудовищный, грязный оскал. Это страшная правда и грустная, что живет словно пламень горя. Оглянись, черепами вся устлана и пропитана болью. земля эту боль не забыть, не развеять и таится в нас тихо вина. Как же память нам их не лелеять, как тебе их не помнить, страна. у каждого из нас своя жизнь, своя уникальная судьба, верим мы в это или нет, хотим ли мы этого или нет. Мой век земной. Мой век земной, краюха хлеба, кому восторг, кому-то смех. Возьми стакан и выпей небо, не бойся, черпай, черпай, эх, опять прольется, ставлю с краю, да все душе моей приют. Ведь сам давно прекрасно знаю, небес в стакан не подают, завертит, загружит, завьюжит в своем волнении мир людской, но кто с душой твоею дружит, кто впрямь знаком с твоей тоской, чернила сохнут и бумага истлеет, что тут разберешь, но нам бояться ль даже шага, страх это маленькая ложь, я восстающий утром каждым и видящий святой рассвет могу ли изнывать от жажды упавшим да, прозревшим нет, что жизнь моя краюха хлеба, сплошная суета сует и это небо, 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 конца и края, небу нет. Как-то раз несколько лет назад по работе у меня было дежурство. Оно заключается в том, что к 7 часам утра необходимо прибыть в центр города и получить задачи на день грядущий. Это было сделано, это было начало ноября. Водитель, который должен был приехать за мной, отвезти на мое непосредственное место работы опаздывал и мне очень захотелось увидеть нашу любимую городскую набережную в центре. Еще даже не начинало светать, несмотря на то, что было уже где-то половина, было где-то уже 7.30 и там появилось стихотворение «Два месяца до Рождества». А город спал, уже почти светало, кружило тихо в воздухе листва, бродили блики, света, было мало, два месяца еще до Рождества, дождь моросил вторые сутки к ряду, набравшись в небе голоса и сил, он был предтечей к зимнему обряду, метелей ждал большой уставший мир, а люди спали, но прослышал дворник о чуде и не требуя взамен, всем рассказал, пришел не просто вторник, сегодня день предчувствий перемен, натягивались улицы как струны, входил в финал, задумавшийся год и фонари светили словно луны и время будто шло наоборот, а город спал, уже почти светало, кружило тихо в воздухе листва, бродили блики, света было мало, два месяца всего до Рождества. Каждый поэт или писатель пишет по-своему, для меня это особенное состояние, приходящее извне, которое ты ждешь, но никогда не знаешь, когда оно придет к тебе, придет ли оно вообще к тебе еще когда-нибудь, что зависит от себя, так это, пожалуй, смирение, да, действительно, в определенной мере, это смирение и работа над своим словарем, над своим языком. От тебя требуется готовность, готовность в любое время дня и ночи принять это состояние, потому что если оно придет к тебе, но ты не захочешь его принять прямо в этот момент, по какой-то причине оттолкнешь его от себя, оно уйдет безвозвратно, и стихи, которые ты можешь написать именно сейчас, ты уже никогда не напишешь, это проверено на своем опыте неоднократно. И однажды, поздним вечером августа, я прогуливался по Виновской роще, которую я очень люблю, и почувствовал приближение этого состояния, которое надвигалось как океан, иначе даже не сказать, И вот тогда появилось стихотворение Вечная Пасха «Выхожу за порог, эта ночь неспроста, я ее не отдам, не пропью, не растрачу, миллион световых, как видение Христа, миллион световых, и еще два в придачу, я сегодня как мрак, я сегодня как свет, я один на один с потрясением сути, ни конца и ни края сегодня мне нет, не растаясь, рискую я в каждой минуте, эта ночь не кошмар, эта ночь не тоска, засмотрелись на мир пораженные лужи, мне казалось вчера, что развязка близка, я не знал и не верил, что так тебе нужен, я не верил тебе, как последний подлец, а безверия самая страшная ломка, я сбивался с пути и упал наконец, чтобы увидеть, как ярко, услышать, как тонко, все прошло и сбылось, ничего не найти, в двадцать девять дошел до конца и начало, в двадцать девять сказал тебе тихо, веди, жизнь борола всех нас, но на счастье венчало, люди спали и спали по гнездам скворцы, спали псы во дворе, опустевшим игулком, спали матери чьи-то и чьи-то отцы, тени даже и те спали по переулкам, эта ночь ярче дня, эта ночь неспроста, август, словно алтарь, он молитва и ласка, эта ночь, как полет, как видение Христа, слышишь, всюду свершается вечная Пасха. Дорогие друзья, на этом мне хотелось бы завершить нашу сегодняшнюю встречу. Большое вам спасибо, что уделили мне внимание. Если вам захочется побольше узнать обо мне, о моем творчестве, вы легко можете найти меня в ВКонтакте. многие люди знают мой телефон сейчас в нашем информационном мире найти друг друга не проблема. Я благодарю вас, спасибо, будьте счастливы, до свидания. Евгений Будунов в сегодняшней передаче размышляя о творчестве сказал, что когда стихи не пишутся, то от поэта нужно только смирение. И меня тоже удивило это совпадение, потому что точно такие слова когда-то много лет назад мне сказала московская поэтесса старшего поколения, мудрая, замечательная, любимая многими из ульяновских авторов Зинаида Миркина. Она сказала именно так, что никогда не надо просить о стихах, надо просить о смирении. Удивительное совпадение и радующее. Значит, главная мудрость, она передается из уст в уста. Евгений Будунов сложившаяся личность. И я свидетельствую, потому что знаю много лет уже этого автора с его самых первых юношеских стихов, свидетельствую свидетельствую о том, что человек прошел и проходит свое внутреннее становление. И радостно это видеть, осознавать. А еще радостно, когда участники поэтического праздника делятся друг с другом впечатлениями. и я слышала, как говорят, а вы слышали, какое последнее стихотворение прочел Евгений Будунов? Речь тогда шла как раз о стихотворении в завершающем сегодняшнюю программу. Еще раз я хочу напомнить четыре строчки, заключительные строчки из этого стихотворения. Оно было опубликовано в журнале Симбирск. Это ночь ярче дня, это ночь неспроста, август словно алтарь, он молитва и ласка, это ночь как полет, как видение Христа. Слышишь, всюду свершается вечная Пасха. Благодарим Евгения Будунова за участие в нашей программе и вас дорогие зрители благодарим за внимание к нашей передаче. До новых встреч! !